Работа по подготовке к зиме завершена по всей России, не исключение и Ненецкий округ. Объемы выполнения задания по тепловым сетям региона составляют 99%, водопроводным сетям 98%. Красный октябрь в числе первых в округе стартовала убойная кампания. Всего по данным оленеводческих хозяйств для заготовительной кампании текущего года прогнозируется сформировать убойный контингент в количестве 40 тысяч голов. С главными событиями к этому часу в студии Иван Никонов. Регионы России готовы к зиме на 90%. Отопительный сезон успешно начался в 73 субъектах. Все они смогли воспользоваться правом начать отопительный период до холодной недели. Об этом на Всероссийском селекторном совещании сообщил замглавы Минстроя России Андрей Чибис. В Ненецком округе большая часть работ по подготовке к осенне-зимнему периоду также выполнена. Осталось принять несколько котельных, очистных сооружений и завершить работы под теплотрассом. Не снижать контроля и быть готовым к сложным ситуациям. Обращаясь к коллегам, Андрей Чибис сказал, что подготовка к зиме должна быть системной. А это значит, к зиме должны быть готовы все службы и ведомства. Это подчеркнул и председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании с Кабинетом министров. По данным Минэнерго и Министерства строительства, работа завершена по всей России. Дома, котельные, тепло- и электросети, водопроводы в целом к холодному периоду готовы, где необходимо проведены ремонтные работы. В результате аварий стало меньше. Необходимые запасы топлива также созданы. То есть, в целом, картина позитивная. Но есть ряд отстающих регионов. Их руководители должны сделать все необходимое для окончательной подготовки жилищно-коммунального хозяйства к холодам. В числе регионов, завершающих подготовку к холодам – Ненецкий округ. По данным профильного департамента, на сегодня в регионе подготовлены все 48 котельных и три очистных сооружения. На 100% выполнены работы по подготовке водозаборов, канализационных сетей, газопроводов, электрических сетей. Объём выполнения задания по тепловым сетям региона составляет 99%, водопроводным сетям – 98%. В муниципальных образованиях округа сформированы перечни объектов, которые необходимо подготовить к отопительному сезону. Все муниципалитеты должны получить паспорта готовности к осенне-зимнему периоду к 15 ноября. Учреждения у нас к работе в осенне-зимнему периоду все приняются. Паспорта готовности всем учреждениям, организациям выданы. Документы наши направлены в Ростехнодор. Ждём от них ответа. Все учреждения готовы. Все отопительные сезоны начали. С 1 сентября везде уличное освещение включили. У нас нет центрального отопления. Везде готовы. Все учреждения работают. Везде тепло. Новый ФАП не запустили, но там ещё работы не сданы. Приедут к ним принимать в начале ноября. Мы в этом году примут, надеемся. И два жилых дома тоже не введены ещё в эксплуатации, тоже принимать будут в ноябре, надеемся. В сентябре в регионе успешно завершился завоз топлива в труднодоступные районы округа. За период навигации в поселение доставлено порядка 21 тысяч тонн каменного угля, почти 10 тысяч тонн дизельного топлива, более 100 тонн масел и смазок, 70 тонн бензина и более 11 тысяч кубометров дров. В текущем году на подготовку к зиме, в том числе на поставку топлива, было направлено более 900 миллионов рублей. Объёмы у нас, в принципе, они такие же, как в прошлом году. Есть небольшое, незначительное снижение. В том числе это касается и организационных мероприятий, которые проводятся на предприятии «Северском сервис» на их объектах. Особых проблем не возникло. Весь объём топлива был доставлен населённым пунктом в соответствии с утверждёнными графиками. И никаких сбоев, как бы, особых не наблюдалось. Готовятся к зиме и сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций. Владимир Пучков провёл селекторное совещание с регионами. Обращаясь к своим коллегам, глава ведомства акцентировал внимание на оборудовании ледовых переправ, обеспечении транспортной доступности к удалённым поселениям и работе с населением. Региональным службам необходимо следить за прогнозом погоды и проверить готовность аварийно-восстановительных бригад и наличие расходных материалов. Также под контролем должны находиться автодороги. Мы прекрасно знаем потенциально опасные участки. Организуйте их прикрытие. Должны работать дорожные службы, должны работать подразделения безопасности дорожного движения, должны работать пожарно-спасатели и другие подразделения. Каждый километр федеральных, региональных автомобилей трасс в этот переходный период должны прикрыть двойными комплектами всех реагирующих подразделений. Быстро реагировать на чрезвычайные ситуации необходимо и воздушным гаваням. Готовность к зиме Норианмарского аэропорта подтвердила комиссия Архангельского межрегионального территориального управления воздушного транспорта. Она проверила здания и сооружения аэропорта, наземное оборудование, средства механизации, резерв реагентов и противообледенительной жидкости. Спецавтотранспорт прошел необходимое предсезонное оборудование и подготовлен к эксплуатации. Валентина Чебичек, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Сельскохозяйственный производственный кооператив «Красный Октябрь» первым из оленеводческих хозяйств Ненинского округа начал убойную кампанию. В планах производственников направить на убой около 1700 оленей и заготовить 64 тонны мяса. Убойную кампанию СПК «Красный Октябрь» проводят на территории Республики Коми в Воркуте. Начать заготовку мяса оленины в столь ранние сроки позволила погода. На момент начала кампании в районе Воркуты температура воздуха составляла минус 4 градуса. Полностью завершить убойную кампанию в хозяйстве планируют в декабре. Все сырье руководство хозяйства намерено направить в промышленную переработку в Наринмар. Вывоз оленины начнется в январе, когда откроется зимняя дорога. По информации профильного департамента, убойная кампания на территории Ненецкого округа может начаться уже в начале ноября. Оленеводы ждут наступления заморозков. Всего, по данным оленеводческих хозяйств, для заготовительной кампании текущего года прогнозируется сформировать убойный контингент в количестве 40 тысяч голов. Субъекты разные, проблемы одинаковые. Глава региона Игорь Кошин встретился с губернатором Мурманской области Мариной Ковтон. Основными темами встречи стали развитие ветроэнергетики в арктических территориях и регулирование рыболовства. В Ненецком округе появится большой базовый центр, который будет заниматься воспитанием сирот и профилактикой сиротства в округе. Создание единого учреждения по содействию семейному обустройству обсудили депутаты окружного парламента. Текущее состояние и перспективы сотрудничества Мурманской области и Ненецкого округа стали основной темой встречи глав регионов Марины Ковтон и Игоря Кошина. Помимо плодотворного сотрудничества предприятий Мурманской области и Ненецкого округа в сфере промышленного и прибрежного рыболовства, регионы связывают работа нефтегазовых компаний, прочие взаимоотношения в науке, образовании и культуре. Игоря Кошина интересовал опыт Мурманской области в создании инфраструктуры для развития природного рыболовства и этнографического туризма. Стороны также обсудили вопросы развития ветроэнергетики в арктических территориях, обменялись мнениями в вопросах регулирования рыболовства, осуществляемого коренными малочисленными народами Севера. Кроме того, стороны отметили единство исторической памяти наших территорий. Игорь Кошин поблагодарил Марину Ковту и руководителя Мурманского областного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Михаила Арешту за помощь в благоустройстве воинских захоронений и памятников земляков, погибших на Кольском полуострове. Создание филиальной сети учреждений здравоохранения в Ненецком округе выходит на заключительную стадию. Депутаты окружного парламента обсудили вопрос включения четырех участковых больниц окружных муниципалитетов в состав Ненецкой окружной больницы. В частности, участковых больниц в селах Нес, Нижняя Пеша, Великовисочная и поселки Харивери. В свою очередь, участковая больница в поселке Индиго в связи с несоответствием реальных объемов оказания медпомощи уровню участковой больницы станет амбулаторией структурного подразделения Центральной районной поликлиники Заполярного района. Эти и другие вопросы стояли на повестке дня заседания Постоянной комиссии Собраний депутатов по социальной политике. В условиях малонаселенности окружных сел и поселков учреждения здравоохранения не смогут содержать себя самостоятельно, а реорганизация оптимизирует хозяйственную и административную нагрузки на них. Главное – позволить обеспечить всех медработников на селе заработной платой, а жителей населенных пунктов – медицинской помощью на местах. Все медицинские учреждения, осуществляющие лечение оказания приличной медицинской помощи, а именно этим вопросом занимаются на селе заработной больницы, должны финансироваться за счет окружного фонда обязательного медицинского страхования. То есть, с сельства федерального фонда обязательного медицинского страхования передается наш центральный фонд, и там должны финансироваться вся приличная помощь застрахованным гражданам. Преобразования должны быть завершены до 1 апреля 2017 года. Изменения коснутся и учреждений для социально незащищённых категорий граждан, таких как дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Так, из двух государственных учреждений округа – дошкольный детский дом «Оленёнок» и детский дом – будет создано единое учреждение по содействию семейному обустройству данной категории граждан. Дети должны находиться в одном учреждении и должны выпускаться из этого учреждения. И максимально должны быть сохранены одинаковые условия. Они должны быть привлечены к домашним. У них должны быть одни, постоянные педагоги, постоянная администрация. То есть дети не должны постоянно иметь стресс из-за того, что они переходят из одного учреждения к другому. В результате объединения должен появиться большой базовый центр, который будет заниматься воспитанием сирот и профилактикой сиротства в округе. В частности, детский дом должен стать не только местом воспитания и содержания детей, но и центром по работе с замещающими семьями, постинтернатного сопровождения детей-сирот, а в дальнейшей перспективе и работы с неблагополучными семьями. Перемен требует и социальная сфера. Так, по мнению членов постоянной комиссии по социальной политике в Ненецком округе, необходимо активнее внедрять практику предоставления социальных услуг с привлечением некоммерческих социально ориентированных организаций и индивидуальных предпринимателей. Это приведет к повышению эффективности отрасли, а также увеличит разнообразие социальных услуг благодаря введению новых методов и технологий. Может быть, действительно лучше заключать социальный контракт, где будут прописаны права и обязанности обеих сторон. То есть, вы предоставляете какие-то социальные услуги взамен того, что с той стороны тоже будут произведены определенные действия и определенные обязательства. Вот этого нет. У нас просто социальные услуги предоставляются, и в результате у нас получается, что люди начинают злоупотреблять этими социальными. В настоящий момент подобные услуги в Ненецком округе оказывают два учреждения – комплексный центр социального обслуживания и пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов, а также в шести учреждениях, расположенных в Архангельской области и одно в Псковской области. В ближайшее время к ним должны прибавиться еще три организации. В настоящий момент прорабатывается вопрос о постановке у нас на учет трех учреждений Рязанской области, в которых у нас были размещены граждане, по договору, который нам перешел на станцию, в настоящий время там они находятся. Цель в том, чтобы мы могли поместить туда дополнительно граждан из территории округа, так как у нас нет дома-интерната для престарелых, особой направленности к психиатическому уклону или иными вопросами. Говоря о рентабельности привлечения дополнительных организаций в сферу оказания социальных услуг, стоит отметить. В 2016 году сертификаты на получение помощи получили семь человек. Из них один наркозависимый, шесть алкозависимых. Полный курс лечения в реабилитационном центре «Рущей» Псковской области прошли четыре человека. Один из них активно занимается волонтерской деятельностью по разъяснению и привлечению алкозависимых граждан для лечения в данном центре. Валентина Чибичек, Елена Семеновичева, Владислав Носкин, телеканал «Север». По словам руководителя проекта и клуба «Поиск» Марины Литковой, основная цель всей работы – возрождение в молодежной среде истинного чувства патриотизма, как важнейшей духовно-нравственной ценности, формирование активной гражданской позиции по отношению к Отечеству. Проект «Знание, честь, преданность отчизне» получил финансовую поддержку округа в рамках конкурса грантов для социально ориентированных НКО, реализуемых в сельской местности. На средства гранта организаторы проекта планируют приобрести оборудование для проведения военно-спортивных игр, а также покрыть транспортные расходы. Лучших по профессии определились среди пожарных спасателей и водителей пожарных автомобилей. Испытания прошли сотрудники службы поисково-спасательного обеспечения полетов. В отведенное время им необходимо было выполнить ряд заданий. Одевание защитной одежды, полоса препятствий, замена колеса и развертывание пожарного автомобиля. Эти и другие испытания сегодня проходили сотрудники службы поисково-спасательного обеспечения полетов в рамках конкурса «Лучший по профессии». Его проводит Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения совместно с авиаотрядом. За навыками и умениями ловких и бравых пожарных и водителей наблюдала наша съемочная группа. Приготовиться, внимание, марш! Свои умения и на время одевать защитное снаряжение пожарный спасатель Алексей Киреев демонстрирует с невероятной легкостью. За плечами 20 лет службы. Такой опыт спасатель приобрел благодаря постоянным тренировкам. Говорит, оттачивать мастерство приходится каждую смену. А так, каждую смену выезжаем на тренировки. Там вот у нас есть тренировочная база. Туда выезжаем на заправку водоема, разматывание рукавов. Тренируемся. Хоть и не планирует стать пожарным, но намерен связать свою жизнь с авиацией, ученик 10-го класса 1-й школы Семен Просвирнин. Поэтому тоже решил попробовать свои силы. Короткий инструктаж и вперед! Готовиться, внимание, марш! Прикидывай через себя. Драматив уложился, а значит шансы поступить на службу есть. Тем более молодой человек обучается в профильном классе с авиационным уклоном. И при условии успешной сдачи ЕГЭ и высоких выпускных баллов руководство авиаотряда гарантирует выпускникам этого класса выделение направлений на поступление в высшие и среднепрофессиональные учебные заведения и последующие трудоустройства, получивших профессию. Желание связать свою жизнь с авиаотрядом у молодого человека семейное. Папа уже более 25 лет работает здесь главным инженером. Сомнений нет, впереди у молодого человека большое будущее. В планах я, конечно, бы хотел стать вратолетчиком, но это зависит как бы от здоровья также и сдачи баллов на ЕГЭ. А так, наверное, инженерная должность тоже хорошая профессия. Конкурс «Лучший по профессии» проводится ежегодно с 2013 года с целью популяризации рабочих специальностей, пропаганды передового опыта и достижений, а также содействия молодежи в приобретении рабочих профессий. На всех этапах конкурса участники выполняют конкурсные задания, в том числе и проходит проверку теоретических знаний. На сегодняшний день проверка теоретических знаний уже закончена, выявлены соответствующие результаты, в настоящий момент проходят очные соревнования. Реорганизованная самостоятельно еще в 90-е годы прошлого века, служба преследует глобальные в рамках авиапредприятия цели. Она занимается аварийно-спасательным, поисково-спасательным и противопожарным обеспечением полетов. Сегодня на вооружении имеется все необходимое. Два аэродромных пожарных автомобиля, один вспомогательный, а самое главное – сплоченный коллектив. По словам заместителя начальника Владимира Хабарова, и в этой службе бывают нештатные ситуации. Случаи бывали разные. Бывали нештатные ситуации с посадкой, с одним двигателем. Бывала аварийная посадка воздушного судна, когда было пробито колесо, были выкатывания за полосу воздушных судов. Подобный конкурс для пожарных спасателей и водителей пожарных автомобилей первый, но участие в нем приняли абсолютно все сотрудники. По словам начальника подразделения, по-другому и быть не могло. Коллектив очень активный и целеустремленный, да и материальная составляющая отлично мотивирует. Материальная мотивация всегда была у нас, заинтересованность материальная. А так коллектив, конечно, у нас очень дружный. Вы сами видели, поддерживают друг друга, где-то даже немножко и подтрунивают друг над другом. По итогам всех испытаний конкурсная комиссия предстоит выбрать лучшего по профессии. Торжественное награждение победителей и призеров грамотами и денежными вознаграждениями состоится уже завтра. Елена Семеновичева, Вадим Стасюк, телеканал «Север». На этом пока все. Увидеть новости вы сможете и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова